Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала! У нас вторая половина июня, средняя полоса России, на улице тепло, солнечно, розы вот-вот зацветут, правда в этом году намного позднее, чем обычно, но это ничего страшного, главное, что цветов будет много и цветение будет очень обильным. В этом ролике я по традиции хочу поделиться с вами рецептом своего коктейля, которым я буквально несколько дней назад опрыскивала розы по листу, вот это препараты, которые я использовала, ну во-первых это фунгицид от болезни, я использовала вот такой хранитель, не знаю как у вас у нас в средней полосе, вот буквально неделю лил дождь и такой знаете сильный прям ливень, в такую погоду, когда сырое, достаточно тепло, розы могут заболеть этой ненавистной черной пятнистостью, и если делать постоянную профилактику, постоянно их опрыскивать, то этой болезни вы не увидите, и я вот давно с ней не сталкивалась, с моей розой здоровой до поздней осени. Кстати аналоги хранителя это препараты скор, дискор, раек, чистоцвет, поэтому смотрите, либо хранитель, либо его аналоги. Дальше от насекомых я использовала вот такой инсектицид фуфанонова, очень у него большой спектр действий, сам по себе этот инсектицид очень сильный, здесь видите на обратной стороне прописаны насекомые, и тля, и клещи, и в общем различные листогрызущие насекомые, и сосущие насекомые. Розы это такое любимое лакомство всех этих жуков, тли, и вот сейчас они начнут цвести, полетит аленка, полетит бронзовка, в общем обязательно защищайте розы от насекомых, и вот эти препараты тоже, знаете, производители пишут о том, что они работают там какие-то 30 дней, какие-то 20, ну не знаю, вот я сколько раз не использовала, и какие бы я не использовала, они все работают, ну дни 10, край 2 недели, и опять же такие вот как у фанонова, они, мне кажется, работают получше. Дальше, что касается удобрений, я использовала пертика Leaf Power, я вам его уже показывала, мне понравилось это удобрение, понравился его состав, понравилось то, что все элементы в хилатной форме, они хорошо и быстро усваиваются растениями и розами в том числе. Понравился состав, тут видите азота 16%, калия 27%, а фосфора 20%, вот как раз таки сейчас, перед цветением, когда бутончики наливаются, чтобы они были крупными, яркими, чтобы они дольше цвели, нужно использовать вот такое удобрение, где именно калия будет побольше. Если у вас нет фертики, можно использовать любое другое, главное смотрите на вот это соотношение, азота поменьше, фосфора и главное калия побольше. И опять же читайте инструкцию, смотрите, чтобы это удобрение можно было использовать по листу, и также смотрите дозировку, которую нужно использовать по листу, потому что обычно для корневой подкормки одна дозировка, а для листовой другая. Ну и все, последний ингредиент это циркон, я его использую в течение всего лета, он помогает всем этим элементам лучше и быстрее усвоиться. Также циркон, он повышает иммунитет растений, делает их более болезненноустойчивыми и, что немаловажно, в такую жару, особенно, кстати, для жителей южного региона, циркон повышает у растений жару. Устойчивость делает корневую систему более разветвленной, более сильной, поэтому летом этот препарат я использую постоянно во всех своих обработках и также очень советую применять циркон тем садоводам, у которых розы растут на юге, у вас там еще жарче, чем у нас, но с ним, поверьте, ваши розы будут дольше и лучше цвести. Что касается нормы внесения всех препаратов, на 10 литров воды мне понадобилось 4 мл хранителя, 15 г вот этой фертики, это примерно столовая ложка, но у меня здесь, видите, такая мерная ложечка есть. Дальше фуфанона 2 пачки, это 13 мл и циркона 1 мл, эти все пропорции идут на 10 литров воды. Все препараты я смешиваю сначала в небольшом количестве воды, отдельно в баночке, потом, когда все растворится, я переливаю клейку, довожу до нужного объема и потом уже переливаю в опрыскиватель и опрыскиваю все розы по листу. Все обработки я всегда провожу вечером и главное, чтобы не было ветра, вот сегодня днем сильный ветер, я думаю, вечером тоже будет ветер, поэтому такую погоду, конечно, лучше обработки не проводить, иначе вся вот эта химия, она будет лететь в разные стороны, в том числе на вас. Что касается дождей, вот у меня часто спрашивают, а что если пошел дождь после обработки? Ну смотрите, если дождь пошел вот сразу, как вы обработали, конечно, растения не успеют все это впитать, все это усвоить. А если дождь пошел там через час, через два после обработки, то это ничего страшного, все впиталось, все быстренько усвоилось и будет работать в течение 10 дней как минимум. Поэтому насчет дождя не переживайте, все препараты системные и им нужно хотя бы часик для того, чтобы все впиталось и они стали работать. Ну все, вроде бы все я вам рассказала, сейчас пойду кормить розы под корень, тоже сниму для вас ролик, поэтому следите за следующим новым выпуском. На меня на сегодня все, всем пока и до встречи на моем канале.